Всем привет, это Айран. Сегодня обсудим, как в новогодние праздники избежать проблем с полицией. Что делать, если громкая вечеринка соседей затянулась до поздней ночи? Можно ли пускать салюты с балкона? И какие подарки сдать обратно в магазин категорически нельзя? Это специальный новогодний выпуск от Айрана. Подпишитесь на канал. Здесь мы обсуждаем актуальное. Представьте, вы идете домой с корпоратива. Вечеринка, понятное дело, была алкогольной. При этом вы никого не трогаете, не кричите, не лезете в драку. То есть не совершаете никаких административных и тем более уголовных правонарушений. Могут ли полицейские остановить вас за нетрезвый вид и потребовать документы? Могут. Другое дело, что предъявлять документы вы не обязаны. Да, действительно, сотрудники могут нас остановить и попросить у нас документы. Что здесь важно понимать? Мы имеем право не показывать эти документы. У нас можно собой попросту не быть. Статья 9. Закон Республики Казахстан о документах, удостоверяющих личность. Она устанавливает, что мы обязаны иметь документы, удостоверяющие личность. Но это не значит, что мы должны их всегда с собой носить. То есть несмотря на то, что сейчас это есть и в приложении Яков, и в Каспи, это не подразумевает по собой, что у нас всегда при себе должны быть удостоверения личности или другие документы, которые удостоверяют нашу личность. Соответственно, если у нас нет документов, и мы не совершали какое-то правонарушение, у нас нет никаких оснований для задержания, мы имеем вежливо отказать в определении документа, обосновав это тем, что у нас с собой документы не имеются. Но сотрудники полиции могут пойти еще дальше и потребовать от вас вывернуть карманы, произвести досмотр или вообще попытаться задержать. Но имеют ли они на это право? Что делать, если вас обыскивают? Наружный досмотр без всяких оснований был довольно распространенной практикой в далеких 90-х. А что сейчас? Если вас прямо на улице остановили патрульные и настоятельно требуют для проверки ваши личные вещи, уверена, многие как минимум растеряются. Ну или сделают то, что требуют люди в форме. А как на самом деле стоит себя вести в такой ситуации? Во-первых, сотрудники правоохранительных органов должны представиться вообще, кто они такие, какая у них там должность и так далее. Они должны назвать основания, проговорить фразу именем закона. Если это досмотр, обыск, то это должно быть в присутствии понятых. То есть они должны соблюсти вот эти все процедуры, которые установлены законодательством. И если нам просто не представляясь, не показывая документы, не предоставляя, если мы говорим про обыск, то нам не показывают постановление, на основании которого проводится обыск. Проводится то, это нарушение закона. И мы имеем полное право сопротивляться подобным действиям со стороны сотрудников. Тогда не очень понятно, что именно это будет за судебное производство и на каком основании мы будем виноваты в данной ситуации. Поэтому, ну нет, мы не будем виноваты тем, что мы сопротивляемся незаконным действиям сотрудников. Но при этом нужно знать, есть ситуации, когда вы не можете отвертеться от досмотра. Для этого у полицейских должны быть законные основания. Например, они пресекают административное нарушение, когда есть угроза жизни или здоровью людей, риск аварии или техногенной катастрофы. Обыск допускается также при входе на режимный объект и во время массовых мероприятий. Досматривать имеют право на территории, где проводится антитеррористическая операция, как это было во время Кантара. В этих случаях понятые не нужны. Можно ли снимать на камеру полицейского? Можно. При этом неважно, по какому поводу к вам обратились сотрудники или вы к ним. Вы спокойно можете достать смартфон или диктофон и фиксировать общение. Снимать полицейских разрешено, даже если вы просто наблюдаете со стороны. Главное – не мешать их работе. Ну и, понятное дело, не провоцировать. В законодательстве нет нормы, которая бы запрещала проводить фото, видео, аудиофиксацию. Соответственно, здесь мы руководимся принципом «То, что прямо не запрещено, значит разрешено». И поэтому мы имеем полное право фиксировать наши сгорки. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, что сотрудники закрывают камеру рукой или говорят, что мы не имеем права, на самом деле мы право имеем. И это, наоборот, сотрудники правоохранительных органов безосновательно запрещают нам фиксировать этот процесс. Если они находятся при исполнении, мы можем их фиксировать на фото, видео, аудиофиксацию. А если у водителя перегар, могут ли задержать за это? Причем запах не свежий, а со вчерашней вечеринки. Чисто юридически вы имеете право везти автомобиль, алкоголя в организме уже нет. Но наркологи категорически не советуют это делать. Иногда состояние похмелья бывает опаснее, чем легкая или средняя степень опьянения. Но если вы уже за рулем, и патрульный распознал перегар, он может составить протокол, а вы при этом должны выйти из машины. Сказали ехать в наркодиспансер на освидетельствование, поезжайте. Если будете сопротивляться проверке, рискуете автоматически лишиться прав и даже сесть на 15 суток. Если они остановили, и у них есть подозрение, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, то есть там промилле, которая недопустима в соответствии с законом, тогда они имеют полное право в медицинское учреждение и провести проверку. Если я уверена, что я не нахожу в состоянии алкогольного опьянения, то, конечно, я могу просто поехать. То есть я знаю, что я не понесу никакой ответственности, здесь не надо сопротивляться, просто нужно поехать в это медицинское учреждение, чтобы они провели эту проверку. Но без этой проверки, а просто, так скажем, на нюх, только опираясь на какой-то перегар и так далее, конечно, они не могут задержать, выписать штраф или что-то еще. То есть обязательно должна быть проведена проверка в медицинских учреждениях. Если выявили опьянение, но вы с результатами не согласны, можете пройти независимую экспертизу. Но важно это сделать в течение следующих двух часов. И уже с этими данными, если они подтверждают вашу правоту, можно попытаться доказать в суде, что вы были трезвы. Новогодняя вечеринка у соседей, которая переросла в скандал, многим такие ситуации знакомы. Что делать, если соседи постоянно шумят? У юристов есть два варианта решения. Попытаться поговорить с громкими жильцами и просто попросить их не шуметь. Ну а если разговор не подействовал, звонить на номер 102. При этом желательно, чтобы ваши претензии подтвердили и другие свидетели. Или хотя бы зафиксируйте на телефон факт нарушения тишины. Здесь важно учитывать, что законодателям не предусмотрены виды шума, которые допустимы или недопустимы. То есть нет такого, что если плачет ребенок, то это допустимый шум какой-то. Даже если он после 12 ночи. А если это перфоратор, то это что-то недопустимое. Это все шум. Единственное, что законодатель предусматривает, это когда шум, который происходит в каких-то экстренных ситуациях. Например, у соседей прорвало ночью трубу, и они устраняют последствия вот этой аварии, которая случилась, и они из-за этого шумят. Вот в этой ситуации мы их не можем привлечь к административной ответственности. Если же это ситуация, которая не подходит под описанный кейс, то мы либо пытаемся урегулировать это мирным путем, либо мы просто звоним в полицию, что два участковых приезжают. Мы описываем ситуацию, что именно произошло, указываем номер квартиры, и все. Дальше уже установлением факта, шума, применением мер по отношению к виновным этим всем уже будет заниматься полиция. Кто хотя бы раз не пережил потоп в квартире, что устроил сосед сверху, настоящий счастливчик. Всем остальным нужно знать, как вести себя, если порыв чужой батареи испортил ваш новый ремонт или повредил мебель. Кто возместит ущерб, если авария случилась на общедомовом стояке или протекла крыша. И поможет ли в этой ситуации КСК, или как сейчас называется эта структура, ОСИ. Обычно заключения могут предоставить сами ОСИ, объединение этих жильцов. Если мы не согласны с их заключением, то тогда мы можем обратиться к частным оценщикам, чтобы они определили, какой был ущерб нанесен, каким образом, кто там потенциально виновен в этом и так далее. Важно в этой ситуации сразу фиксировать все чеки, чтобы это все было сохранено для дальнейшего восстановления. Что делать дальше? Если мы установили, что соседи нам нанесли ущерб, желательно в первую очередь сначала пойти и мирным путем это все урегулировать. Если соседи согласны с тем, что действительно по их вине произошла там какая-то авария, и ущерб был нанесен, здесь желательно смету зафиксировать, то есть какие-то расходы и все расходы зафиксировать. И вот нужно подписать соглашение, что соседи на основании сметы готовы все расходы погасить. И еще будет отлично, если нотариально это все удостоверить. Потому что это просто на добром слове. Мы не застрахованы от того, что потом соседи могут отказаться, что они могут оттягивать эти моменты. А в соглашении мы сможем прописать и ущерб, и в том числе сроки, когда мы должны будем восстановить этот ущерб. Нам не нужно обращаться в полицию, то есть в этом нет необходимости. Если же соседи отказываются, то есть они не согласны, например, с размером той суммы, которую мы им выставляем, чтобы они восстановили ущерб, или они вообще не согласны с тем, что это они виноваты, то тогда нужно урегулировать ситуацию сначала в досудебном порядке, потом в судебном порядке. Что мы делаем в досудебном порядке? Мы составляем досудебную претензию. Либо мы вручаем экземпляр под роспись, один экземпляр, на втором нам расписывается человек, который получил, либо к распочтой отправляем. Почему к распочтой? Потому что есть фиксация, вот это факт того, что человек получил. Дальше, если никак на нашу досудебную претензию не отреагировали, мы идем в суд, пишем иск. В иске мы все указываем, то есть что, когда произошло, кто это сделал, какой ущерб, и все чеки мы должны приложить, в том числе заключение оценщиков. А что делает суд? Суд рассматривает вот это все и выносит решение. Далее мы получаем исполнительный лист, и этот исполнительный лист мы передаем исполнителям. Конечно, походы в суды, к адвокатам и к коммунальщикам отнимут кучу времени, но если полюбовно решить проблему с соседями или старшими по дому не получается, побегать с заявлениями придется. Ну а лучше не допускать аварии и регулярно проверять на стойкость хотя бы общедомовое имущество, крышу, стояки и трубы в подвале. Внезапный потоп в разгар новогоднего веселья может надолго испортить настроение. Покупки не всегда бывают удачными. И случаются ситуации, когда купленный в подарок телефон, сумку или украшение вы решили вернуть в магазин. Например, товар оказался с браком, испорченным, не подошел по размеру или просто разонравился. Что продавец будет обязан принять обратно, а что имеет право не принять. Если коротко, то по закону возврату не подлежат лекарства, нижнее белье, чулки, носки и колготки. Нельзя вернуть животных и растения, и еще так называемый метражный товар ткани, линолеум и ковры. И еще удивительно, но, к примеру, пылесос дать обратно в магазин вы можете, а смартфон нет. Все остальные покупки смело возвращайте продавцу, если вы их, конечно, не испортили сами. Даже подарочные сертификаты можно вернуть. Но помните, что сделать это нужно в течение 14 дней с момента покупки. Подарочный сертификат это ведь тоже товар. А товар по закону о защите прав потребителей тоже подлежит возврату. Вот иногда в сертификатах пишут о том, что сертификат не подлежит обмену и возврату. На самом деле это противоречит закону и сертификат его вернуть можно. Надо писать, во-первых, письменно, обратиться к этому продавцу, чтобы он принял этот сертификат. А там дальше уже будет зависеть от обратной связи самого продавца. Если продавец скажет, здесь, я думаю, только один путь. Здесь либо надо обращаться общественное объединение по защите прав потребителей, либо уже тогда идти к юристу и совместно с юристом защищать свои права. Но это если человек сам не сможет. Если человек сам не сможет, если человек сам не понимает, как, куда обращаться, на что ссылаться, на какую норму надавить. Тогда, конечно, потребителю будет тяжело отстоять свои права. И все-таки я советую обращаться к юристу. Так было бы правильнее. Можно ли вернуть товар, если не сохранился чек? Потерялся, например. Юристы говорят, вы все равно можете его вернуть или обменять в магазине. Если продавец отказывается, настаивайте на своем. К тому же на товаре есть фабричные данные. Это как паспорт, который внесен в базу магазина. Доказательством вашей покупки также могут быть выписка из банка, записи с камер наблюдения, гарантийный талон и другие свидетели. Если чека нету, то вернуть можно, но встает вопрос о том, как приобретатель, покупатель докажет, что он купил именно этот товар у этого продавца. Если докажет, то без проблем. Камера наблюдения, может, свидетельские показания, может быть, переписка, опять же, то же самое в WhatsApp, где люди договаривались, вернее, сначала покупатель интересовался о наличии данного товара, о его свойствах, цене. Опять же, не всегда, но чаще всего покупатель скидывает чек, либо просто пишет то, что я оплатил, подтвердите получение денег. Продавец отвечает, да, деньги получены, приезжайте, забирайте товар. Ну вот. Ну и какой Новый Год без праздничного салюта? Ну вы точно знаете, как запускать фейерверки? Петарды это не только красиво, но еще и опасно. Чтобы праздник не закончился травмпунктом, важно помнить о нескольких вещах. Покупать фейерверки только в специальных магазинах, у которых есть сертификат и лицензия на продажу, брать подешевле на улице рискованно. Просроченная или бракованная хлопушка может стоить вам пальца, глаза или нанести еще какое-нибудь ранение. Я бы обратил внимание на наличие и отсутствие сертификата соответствия. Это первый момент. Второй момент. Ну, хранение. Как эти фейерверки хранятся? Может быть, он отсыревший? Может быть, он неопрятный? Может быть, деформированный? Может быть, есть какие-то повреждения? Могут ли оштрафовать за запуск салютов? Запросто. Причем, стоить неуместный запуск фейерверка может дорого. Это кого-то сейчас удивит, но запускать петарды в ночное время запрещено, даже в Новый год. Это считается нарушением тишины. В будни лучше отстрелять хлопушки до 22 часов, в выходные пускать фейерверки можно подольше, до 23. А еще важно, пользоваться пиротехникой нельзя в радиусе 50 метров от домов и любых объектов, где есть люди. Так что праздничные запуски с балконов – вообще-то нарушение закона. Само место, на котором запускается фейерверк либо салют, оно должно быть безопасным. То есть, что это подразумевает? Это должно быть открытое, свободное место, где поблизости нет деревьев, либо объектов, которые могут воспламениться, например, автостоянок поблизости, магазинов, складов и так далее. В правилах есть перечень мест, в которых нельзя использовать пиротехническую продукцию. Я не буду говорить про весь список, я скажу то, что там говорится о зданиях, которые не обеспечивают безопасность граждан. То есть, что это значит? Ну, находится человек на балконе, начинает стрелять, куда полетит этот воспламеняющийся факел, какая будет его траектория, куда ветер подует, может быть, он в соседнее окно залетит. Поэтому с балконов, конечно же, стрелять нельзя. Но все друг другу все равно прощают вечеринки до утра и салюты с балконов, ведь праздник все-таки. Но правила, о которых мы сегодня вам рассказали, в памяти лучше сохранить. Знайте свои права, помните про обязанности, подписывайтесь на Айран, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока! Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи Кьюар на экране или по ссылкам на Патреон и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно!